Ну, в продолжении темы, задор новости шоу-бизнеса. В программе «Спокойной ночи, малыши» скандал. Оксана Фёдорова отказывается называть Хрюшу Степашу и Филина, потому что младше каждого из них минимум на 20 лет. 30-метровой скульптуры закончилась игра в куличики Зураба Церетели со своей внучкой. А Мария Шарапа объявила, что будет отныне выступать только за сборную России. Американцы расстроены. Они не знали ведь, что так стонать на корте можно только за Россию. Дана Борисова прикрепила почтовый ящик к компьютеру и теперь ждёт электронных писем. А группа Любе заявила, что пока Медведев не ступит в должность президента, любимый президент группы Любе Путин. В Москве прямо на улице был ограблен известный художник Ника Сафронов. Нарисовав фоторобот преступника, Сафронов продал его милиции за 5000 долларов. Россия продала Ираку серию ракет из новой коллекции Юдашкина. Земля, воздух, весна 2008. Мировые риэлторы удивлены. Особняк Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе оказывается на 12 миллионов долларов дешевле замка Максима Галкина в деревне Грязь. Они не могут понять почему. Что тут не понять? Потому что особняк Брюса Уиллиса на 12 тысяч километров дальше от МКАД. В ответ на фильм «13 друзей Оушена» в России снимается фильм «10 тысяч друзей Жириновского» на сайте Одноклассники. Николай Басков был доставлен в больницу с резким приступом собственной важности. В его паспорте фотографии оказались на каждой странице. Причем с автографом. Ну а самым популярным в России шоу было признано шоу 1242 года «Немцы на льду». Ну это сложная фраза, да, я понимаю. Сейчас, кстати, новый проект готовится «Звезды-хирурги». Потом будут «Звезды-пластические хирурги», потом «Звезды на зоне». В общем, там долго еще будет продолжаться. Но знаете, что меня поражает? Вот что они все называются звездами. Вот эти выкидыши, фабрик бесконечных. От горшка два вершка. Ты еще не звездушка, не звездячка. А он уже «Я звезда». Ему хочется быть вселенского масштаба, такой широкоформатности хочется. Там, между прочим, есть образование побольше во Вселенной. Черная дыра, например. Говори, я черная дыра Вселенной. Причем вообще интересно. Я сегодня буду к этимологии слова обращаться довольно часто. Слово «Звезда» в русском языке очень точно. Оно произошло... Ну, мы же не вдумываемся в смысл. А какое замечательное слово. «Свет» и «да», дающая свет. Вы много от нашей попсы света видите? Поэтому многие из них называют себя на английский манер. «Стар». Ну, это они имеют в виду, видимо, в душе. И некоторые говорят «суперстар». Это совсем скукожился уже, духовный мир. А вообще, если обратиться опять к этимологии, слово «стар» — английская звезда — произошло от корня проязыка, на котором говорило все человечество нашего материка. Означало слово «тыр», «тар», «тор» означало «дырка». «Тыркнуть», «сделать дырку» до сих пор в русском языке. Так вот, предки англичан думали, что небосвод затянут черной тканью. И там дырки. И оттуда светит свет. Вот это и есть звезды. То есть «суперстар» — это «супердырка». Вот. Только Киркорову не говорите. Супердырища такая. На этой сцене мы выступали когда-то с Леонидом Филатовым. «Царство небесное» — это мой друг юности. Знаете, и вот мы вообще классно провели с Леонидом Филатовым, юность нашу. Я никогда не забуду, как мы зашли с ним. Когда-то нам было лет, наверное, 20. Было очень холодно, а мы всю бутылку водки на двоих выпили. А у нас было 20 копеек в кармане. Хотелось погреться. Идем и видим рядом выставка Каракалпакской ССР на улице. Значит, ну, в жизни бы не зашел туда никогда. Но очень холодно было. Билет 10 копеек, нас двое, 20 копеек в кармане. Ну, как раз погреться. Мы зашли, и мы первыми посетителями были за неделю этой выставки. Там вот эта каракалпачка, которая обслуживает книгу предложений, она такая счастливая была. Вот какие молодые люди бывают, что зашли, вот интересуются поплавками расписанными рыбаков каракалпаки. А мы долго смотрели на эти. Ну, греться же, ну, знаю. И Леня мне говорит, давай отзыв напишем. Я никогда, простите, это хулиганство. Я иногда сегодня буду допускать хулиганство. Это вполне возможно. И вот мы взяли книгу отзывов. Представляете, Задорнов, Филатов и Задорнов. Если бы этот листок сегодня восстановили, за сколько бы его продали с аукциона? И Филатов пишет по диагонали листка охренительно. Только я смягчил это слово. С тремя восклицательными знаками. Можете себе представить? Ой, и мы выскочили. Какие же мы были тупые, что мы подписались, Задорнов, Филатов. Мы выскочили на улицу, чтобы нас в милицию не забрали. И побежать. Да, мы охренительно прожили нашу юность. И одна из игр прикольных, в то время не было слова прикол, но мы все равно прикалывались. Мы шутили над теми песнями, которые поет попсы тоже в то время не говорили попса. Ну, на эстраде солисты поют. Ну, мы не могли слушать. У нас недостаток был. Мы слышали, о чем поют со сцены. Сегодня молодежь хороша, она вообще не слышит. У них нижняя чакра работает, и все. И слава богу, что не слышат этого. И мы придумывали пародийные рифмы для текстов эстрадных. Потому что в текстах всегда очень простые рифмы в эстрадных текстах для песен. Там ты, цветы, кровь, любовь, назад, взад. И мы придумывали такие рифмы. Ботинки, полуботинки там, допустим. Но мы даже в пародиях своих не могли предположить, что это будет воплощено в жизнь когда-нибудь. Я недавно слышал одного исполнителя, который спел песню, где рифмовались «так» слово, со словом «как». Я подошел к нему, говорю, надо усложнить рифмы. В России всегда сложные рифмы любили поэты. Впредь надо написать песню с рифмами «так-так», «как-так». Это вы засмеялись. Он даже не улыбнулся. По-моему, он принял это за совет просто, за полезный. Я понял, что взывать к его чувству юмора было бесполезно. Когда брали интервью у него по телевидению, и он всерьез на вопрос, что вам не хватало раньше ради популярности, знаете, что ответил? Мне раньше не хватало толчка. Им всем толчка не хватает. Я пошел на концерт одного популярного певца. И вы не поняли, кого. И он вообще парень добрый и порядочный. И когда на него окрысились журналисты, мне было, честно говоря, очень сочувственно по отношению к нему. И я думаю, они не имеют права, они злословят, они пишут гадости про других. Он очень добрый и светлый человек. Правда, я вам говорю. И поет он хорошо, просто он поет хрень. Ну, а что я могу сделать? Я слышу то, что они поют. И я думаю, ну пойду на его концерт. Еще в центре сижу, уйти не могу. Боже мой, ужас какой. А когда я увидел, как он одет, я вообще перестал на сцену смотреть. А у меня еще бинокль был, мне дали. Я его перевернул, вот так вот смотрел. Потому что такое количество блестящего, я не знал, что человек на себя надеть может. У меня было ощущение, что он надел на себя все блестящее, что было в доме. Гайки, шурупы, водопроводные шланги вот эти, душ со шлангом нацепленным, битое стекло какое-то. То есть, ну как вам сказать, по сравнению с ним, цыганский барон канализационный бомж просто. Я вспомнил случай, как я проходил в одном аэропорту азиатском вот эту рамку безопасности за шейхом, который проходил эту рамку с гаремом. Вот это... Зачем я за ними встал? Их было немного жен, но они так долго это проходили, потому что оказалось, на них много платьев накручено. А почему? Да потому что шейх в любую минуту может сказать своей жене любой. Уходи от меня, ты мне больше не нужна, и она должна от него уйти. Только в том, что есть на ней. Поэтому все, что он ей подарил, золото на ней, просто это спрятано за внешним черным платьем. Вы представляете, я когда увидел Киркорова, вот это, он мне напомнил одну из жен шейха. Я опять не имел в виду ничего дурного. А тут я... Я по радио часто... Я когда езжу в машине, я говорю водителю, включите радио, дайте попсу послушать. Мне же материал нужен какой-то для выступления. Я услышал песню, когда я сказал об этой песне Галкину, Галкин говорит, да я об этом уже давно говорил. А я-то впервые услышал. Какое было мое удивление, когда от Гурченко я не буду целовать твоих холодных рук. Они что, падежей не знают? Они что, во втором классе не учились? Экстерном сдали? Если не будешь целовать твоих холодных рук, не буду, то тогда и... И не надо лобзать горячих ноздри. И... Обнимать уши запотелых. А как вам эта песня лирическая? Я улетаю в небеса и туда заберу твои глаза. Ну это садист просто должен петь. И он еще поет, веря в то, что он ее глаза заберет с собой в космос. Лирическая песня. Мы с тобой паровоз, без трубы, без колес. Это признание в любви. Че вы ха ха? Это инвалидная коляска железнодорожная. И далее. Нам дорога без рельсов досталась. Это... Он в любви признается этой песне. Молодежь, это я вам, вам рассказываю. Это же вот у вас нижняя чакра под это трясется. Лирическая песня. Увидел белые банты, любовь накрыла и кранты. Тоже незамысловатая рифма. А вот это голливудская страшилка техасская резня бензопилой по сравнению с этой строчкой сказка Рыбаке Рыбке. Я не забуду твой поцелуй, который помнят челюсти. Видимо, вставные челюсти. Они целовались, вынимая из стакана эти челюсти. А эта песня «Трудно быть мальчиком, если ты девочка». Вообще, да. Вообще, даже я... Вот я даже спорить не хочу. Действительно трудно. Много заплатить надо за пластическую операцию. Мальчики становятся... Мальчики становятся мужчинами под зычную команду старшины. О! А вот эту цитату я не знаю, как произнести. Но я постараюсь так отчетливо это сказать. Извините, простите. Но из песни слов не выкинешь. Я тебя и с раною люблю. Это даже я произношу смешно. А как это в песне звучит? Там паузу-то нельзя же сделать? Говорят, что в шоу-бизнес попадают через постель. По-моему, через раскладушку. Вы знаете... Я... Причем через сломанную раскладушку. Ну, и напоследок сенсация шоу-бизнеса. Фонд общественного мнения выяснил, что, оказывается, большинство россиян интересуются, как же выглядит Николай Валуев 1 января. Если большинство россиян 1 января выглядят так, как Валуев Николай выглядит каждый день. Ну, а в целях повышения рейтинга теперь все телевизионные передачи будут юмористическими. Даже новости будут прерваться смехом за кадром. Глава МВД заявил, что наша милиция неподкупна. Ой, не могу. Умираю, собственно. А на Украине по распоряжению правительства нового все русские телепрограммы переводят теперь на украинский язык. Программа «Максимум» теперь называется «Яка огромна программы». вы смеетесь а вы знаете что сказочку русалочка запретили на телевидении показывать под этим названием потому что там священное слово сало соседствует со словом русь оскорбительной и русалочку переименовали укралочка теперь называется продолжаем пусть говорят будет называться теперь на украине хай балаков криминальная россия русь бандюковые ну и самая рейтинговая программа туды-сюды с анфизой чеховой вообще к этому ко всему надо относиться с юмором многие так переживают вот потому что такие события говорят на украине в грузии там в польше друзья мои только с юмором к этому ко всему с украиной опасно шутить опасно вот почему потому что вот пошутишь а потом эта шутка сбывается на украине может они расценивают это как программу действия жутку но четыре года назад московском комсомольце давая журналисту интервью я сказал фразу который очень гордился про тимошенко четыре года назад это бледная с косой за ющенко еще придет сбылось ну что вы будете делать недавно этот же журналист меня спросила чтобы вы теперь сказали про тимошенко я горжусь и этой недавно сказанной фразы про тимошенко нашла нашла коса на газопровод переживают а как наши переживают мне так обидно когда наши особенно вот пожилые люди переживают говорят ой грузия нам изменяет предала нас ребят не надо переживать отнеситесь как я к этому в грузии кстати чтобы вы знали сборник тостов и конституции одна и та же книга в нато грузия вступит и что да я умру со смеху когда грузия в нато вступит да я понимаю в нато появится новое элитное боевое грузинское подразделение конечно спецнос будет называться больше в нато вступит в польше хотят поставить противоракетные комплексы а с чего не взяли что наши ракеты полетят через путь есть много других прекрасных маршрутов я вообще как к этому отношусь вы представляете еще раз повторяю но чего я буду переживать из-за того что в нато вступит украина польша грузия да если это все вступит нато нато кирдык одной украины достаточно чтобы кирдык нато наступил тимошенко ограбит этот альянс весь главная фирма которая торгует газом с россией на украине знаете как называется укргаз у них будет фирма теперь укр нато грузия в нато помидоры завезет мандаринами завалит надо а польша обкрадет нато по самое не балуйся вообще вот чтобы вы знали более воровской страны чем польша я в жизни не встречал россия постоит за углом у польши меня все ну через польшу ходили с запада на восток войска с востока на запад а польша обкрадывала всех кто ходил у меня в семьдесят девятом году я никогда это не прощу полякам семьдесят девятом году в польской гостинице украли карандаш вы знаете как мне было обидно карандаш которую я украл из предыдущей гостинице а еще ой эстония в нато ой как страшно ой просто вот эстония на нас нападет я даже не знаю что мы делать будем а я просто не знаю мы успеем убежать или нет в эстонии в эстонии сейчас новый герб до разрабатывается двуглавая черепаха я понимаю что трудно с чувством юмора относиться к тому что происходит ветеранам особенно когда снесли памятник освободителям воинам нашим предкам конечно им было здорово обидно но зачем снесли эстонцы чтобы наши ветераны расстраивались чтобы они умирали чтобы у них были инфаркты я им говорю ветеранов прибалтики не расстраивайтесь пожалуйста не давайте им повода отнеситесь с юмором не делайте инфарктов пожалуйста тогда вы им отомстите как как я говорю свою отнеситесь юмором к этому но это ж так тяжело тяжело я опубликовал свое мнение в газетах русско-балтии даже ветераны подходили ко мне говорили спасибо полегчало а я написал следующее надо ответить адекватно они же перенесли памятник воинам освободителям советским на кладбище а у нас в москве есть эстонское посольство вот надо его перенести на кладбище а сотрудников посольства вылет родственникам переходим к их общему правительству то есть я имею ввиду правительству грузии украины эстонии польши к америке а я ничего хочешь могу говорить меня все равно туда не пускают а вы и обрадовались под секретом говорю в сша разрабатывается страшнейшее оружие всех времен и народов в далекой техасской глубинке тихо подрастает джордж буш третий ой ну вот мне жалко что буш уходит вы знаете без него как-то скучно будет мне мне жалко было что черномырдин ушел свое время вот им бы объединиться черномырдин буш выступать вместе это такой бы конферанс был вообще в мире недавно буш кстати звонил путину огорченный что его не пересберут и спрашивал как бы ему тоже премьером устроиться совета вообще я про америку не хотел рассказывать я вам честно скажу но недавно я получил такие письма от наших людей я не хотел рассказывать об америке потому что что у меня такая вот шиза только зациклился на америке все но я получаю такие иногда письма которыми нельзя не делиться со зрителями потому что это радость и он мне написал ученый он работает научно-исследовательском институте в нью-йорке там в этом научно-исследовательском институте довольно много работает наших ученых и с авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент птица может удариться редко но может вероятность есть а переднее стекло самолета вот противоударность этого стекла но на земле провести эксперимент ученые группа ученых в которой было много наших придумали следующее в пушку специально созданную загружать курицу вы еще не подозреваете даже что дальше ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука ну вряд ли конечно нет я переборщил нет конечно ну короче сделали пушку написали как пользоваться и отослали на заводы через пару месяцев со всех заводов за приходит следующее письмо примерно одно содержание стекла в дребезги у всех манекен в дребезги сидящий вот это в кресле водилы кресло вырывает с корнем вминает в приборный щит вопрос один во всех письмах что делать готовы готовы разморозьте курицу был ответ ой но все-таки редчайшие ребята а пассажиры вот перцы да и они объявили себя главными на земле мои знакомые бизнесмены как-то очень с недовольством относились к тому что я вот рассказываю про американцев они из риги но они работают как бизнесмены финансовых схемах с америка естественно они будут за америку и вот они поехали отдыхать на остров лангкави это в андаманском море в индийском океане там были американцы американцы можно узнать во всем мире сразу по фигурам у них такие расклешенные вниз фигуры такие потому что молится на гамбургер с утра и на пляже они разговаривали с этими американцами американцы их спрашивают бизнесменов моих друзей не друзей знакомых хороших вы откуда те говорят с горси мы из риги американцы файн знаете как американцы по карнеги будешь улыбаться прибыль будет больше и файн отец просто вы знаете где рига нау-неу-неу-неу-неу-неу-неу как это же столица латвии латвия а вы знаете где латвия нау-неу-неу нашу уже помрачнели но когда один из американцев сказал по моему латвия до провинция португалии вот тут что-то зацепило моих знакомых и один из них задал замечательный вопрос американцев такого вопрос американцев не позволял задать никто в мире а вы откуда они даже не ожидали такой наглости просто как они из америки не главные как я говорю главнюки их можно узнать везде ну конечно подумали что не про америку спросили из какого штата они были из техаса а по-американски именно по-американски техас так такси такси моих знакомых в такси работает те говорят это штат штат где как где в америке простите америка это что от зависли ребята конкретно и один из моих знакомых за вопрос за который я бы наградил его почетнейшей грамотой к первому апреля он спросил их почему вы так хорошо говорите по-английски никто из америкосов не смог ответить на этот вопрос никто как как мы 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 from america ну и что почему же причем тот английский язык в италии итальянский во франции французский в америке должен быть американский американцы шли с пляжа и говорили про моих знакомых но русские тупые но все рекорды побил буш боже мой когда ему сказали что кофе аннен ждет вас прихожей он сказал что кофе он не пьет ну жалко если он уйдет ну он добрый посмотрите на его лицо так и ракеза напоминает вот не очень развитого такой ченгач губ большой змей ой а а на cnn работают наши теперь режиссерами несколько человек они прикалываются к американцам опросы ведут на улицах они сами про они же моих концертов то наслушались молодежи подросла и она прикалывается чё американцам отвечать на улицах что такое мечеть кто-то говорит это животное известное значит у одного спросили в каком городе находится берлинская стена он долго ворочал башни сказал знаете или в лондоне или в париже сказал берлинская стена точно не помню молодец сказал и добавил где-то в азии точно а вспомнил в израиле берлинская стена плача в израиле находится между буш вообще назвал мексику главным южным городом америке а но когда буш сказал кандализа райс такая же простая техасская девушка как и я но все но но однажды он сказал правду знаете вот это мне понравилось он сказал в детстве я мечтал стать космонавтом но потом узнал что для этого надо много учиться и стал президентом умеет говорить правду пацан когда не знает о чем говорит переходим к нашим баранам нет хорошем смысле этого слова сокольниках памятник бушу собираются ставить ну что в сокольниках голубей больше знаете а мне недавно рассказали как путин в одной компании ответил молодец все-таки он остроумный человек его спросили кто может стать президентом россии после медведева а он посоветовал посмотреть фильм возвращение резидента все-таки он произведение нашего народа вы знаете нет форматированный и в заключении сказочка кто сидел на моем стуле кто пил из мальчашки кто господин медведев это бывший кабинет путь я часто в своих вечерах рассказываю что я думаю по поводу политиков да потому что я хочу чтобы люди как бы ну вот поняли мою точку зрения от политиков далеко не все зависит и то что мы проголосуем за какого-то дядьку это не значит что у нас всех накормят я вообще считаю что прежде всего надо логику собственную восстановить вот с чем у нас точно непорядок это с логикой ну есть вообще такое мнение что все кто говорят на русском языке у них развита более эмоциональная полушария мозга в мире а те кто думают на западных языках у тех развита рациональная полушария ученые проводили опыт и действительно оказалось так вот знаете многие считают что чем больше мозг тем умнее человек нет чем гуще мозг тем больше файлов тем он кстати в русском языке есть потрясающее выражение в одном языке мира нет у тебя чё разжижение мозгов смотрите старинное выражение наши предки знали что мозг может быть жидкими тогда ты к дебилам вообще русские выражения потрясающе у тебя чё турак или уши холодные оказывается действительно к мудрецы растирали уши чтобы они горячими были это мозг заводит и горит делает его более более плотным так вот я думаю что нам надо все-таки развивать логику рациональное мышление стою рядом с метрдотелем вот пример вам метрдотель кафе пушкин он говорит по телефону я слышу женский голос спрашивает у метрдотеля как вам проехать метрдотель откуда вы поете она откуда откуда из дома и она надеется что кто-то ей поможет в этой жизни что ей бесполезно ходить на выборы как и вот этой женщине в магазине хлеб свежий поручить сегодняшний то освежее есть а это как может сказать это завтра шни что ли идет девушка за мной такая знаете современная девушка ну как вам сказать она разговаривает по телефону у нее наушник здесь ну то есть вот у нее здесь микрофон то есть это вот такая шиза она вот с небом разговаривает с облаками она спрашивает у кого-то как тебе проехать какой у тебя номер дома я к тебе сейчас приеду ты не знаешь точно уже хорошо то они знают где та живет где она живет и это говорит гениальную фразу ну скажи номер дома хоть примерно а женщина в аптеке спрашивает средства от обезболивания у вас есть а то без боль ой в аптеке такое спрашивают средства от почек дайте мне бейсбольная бита лучше всего от почек помогает при мне женщина горит мой муж простудился спину застудил встать с постели не может так надоел и дальше дайте ему что-нибудь убойное я за женщинами обожаю наблюдать потому что они носители нашей нелогики в нашей стране очередь небольшая очередь приемное отделение больницы подходит такая женщина знаете чисто наши женщины не поймешь от 40 до 90 лет и не понятно сколько так помялась помялась потом украинского спрашивает как такая фраза могла сконструироваться в ее голове она его спрашивает это очередь не на ложиться на кого чего наложиться звонок мне в квартиру по телефону вы не женский голос вы не знаете случайно куда я попала я знаю но случайно конечно а бабулька в деревне жалуются на кошек я их бью 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 они все равно есть хотя кассирша кассы аэрофлота спрашиваю покупательницы вы каким классом хотите лететь бизнес или эконом то так что-то задумалась говорит а каким быстрее с другой стороны вот я так посмеиваюсь да над женщинами а с другой стороны знаете они выполняют святую женщины и не должны быть логичными они должны быть эмоциональными чувственными заботиться о доме то есть наши женщины думаю правильно здесь живут всех остальных женщин на земле пироги только наши пекут только наша женщина вот если у нее заглох автомобиль двигатель в машине может остановиться поднять капот долго долго смотреть под него и думать что она приготовит мужу на ужин в данный они носители женской энергии правильной наши женщины почему-то потому что нелогичные слава богу только наша женщина на вопрос чай будешь с сахаром или без отвечает да я так долго смотрю вот так вот на мне она говорит и что я непонятно сказал только наша женщина на вопрос владеете ли вы английским в анкете пишет свободно читаю но не перевожу только наша женщина купив мясорубку мясорубку просит объяснить мужа как мясорубка работает на пальцах это мне муж один рассказывал и пальцы показывал на которых он объяснял как работает мясорубка а еще подросло поколение молодое вот там есть такие девушки в этом поколении они как как мультяшки вот они вообще не знают ничего ни о чем вот мозг чистый чистый девственно им ни разу не пользовались этим мозгом я вообще не знаю как они живут но не очень искренне добрый в суде вот такую мультяшку спрашивает адвокат назовите дату вашего рождения она 18 июля а год она ведь каждый год вообще это компьютерное поколение она еще фору даст нашему поколению с точки зрения вот этой чувства и не логики лифт он компьютерное поколение я сразу узнаю даже мужиков узнаю вот эти молодые они они сильно выросшие я их на улице сразу видно они бледные бледные и очень выросшие как огурцы белорусские вот эти видимо идет радиация от компьютера у них одно плечо ниже это остаточная деформация они передвигаются еле-еле потому что ноги дистрофика у нее мышц нет они не знают что спорт бывает на земле и поэтому у них не мышцы а кожа как белье с веревок вот так вот свисает вот глаза умные вот это компьютерный гений идет вот это и рука вот под мышку вот этот остаточный деформат компьютерный гений вот такой при мне зашел в лифт ему надо было на 11 этаж на зал нажал два раза на кнопку 1 и ищет enter а это мультяшка сам такая совдеповская тетка продавщица в магазине такая цитата из сссср спрашивает мультяшки вот этой рубль конечно показывайте в бувном представляете что было с продавцом когда женщина покупательница у него спросила у вас кроссовки на седьмой класс есть и тот пытается ответить ищет ответ они продавцы же в программе на программе стоят он тут листает папки а ответа нет он решил задать вам наводящий он спросила по точнее можно готова она горит на 7 б но все рекорды побила жительница днепропетровска она провожала при мне в аэропорт мужа в аэропорт на самолет и сказала ему на прощание ну прощай дорогой пусть земля тебе будет пухом но над женщинами не хорошо одними шутить нужно нужно как-то восстановить гармонию равновесие мужики у нас тоже не подарок тоже со своей энергией особой чувственной земля язык дают энергию направление не дает только наша страна поэтому то что происходит у нас нигде в мире с мужиками произойти не может пример тому три мужика курили в окошко на третьем этаже в общежитии дело было смотрят а внизу канализационный люк а дома дома была гиря 16 килограмм давай сбросим посмотрим пробьет люк или 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 нет какая тебе разница какая тебе разница какая тебе права короб 읽 или нет третий этаж общежитие бросили не попали пошли за гирей тянут ее обратно на третий этаж эксперимент ведь не завершён бросили во второй раз не попали в третий раз не попали бросили бросили вот эту бы энергию да на пользу родине тянут гирю на третий этаж во второй раз в третий раз тянут тянут ведь так хочется знать пробьет она люк или или какая тебе разница какая тебе разница пробьет люк или нет какая тебе разница какая тебе разница какая тебе разница пробьет люк или нет когда они в третий раз проносили гирю мимо вахтерши в третий раз то им говорит больше я вас гирями наверх не пропущу ей же в голову не могло прийти что это одна и та же гиря шан пошли в красный уголок там был канат привязали гирю канатом к отоплению и бросили но она оказался коротковать да отопление это выдержала а вот гиря гиря 16 килограмм качнулась где-то в районе первого этажа исчезла в каком-то окошке исчезла гиря 16 килограммов какая тебе разница какая тебе разница пробьет люк или нет ой они вычислили комнату надо ж гирюди выручать заходят а там сидят три бледных бледных пацана и в долгий затяг курят затяг пацаны бледные эти их спрашивают я не могу курить пацаны у вас тут гиря не пролетала а бледным за и каясь говорят посмотрите в холодильник смотрят и впрямь на верхней полке в холодильнике гиря 16 килограмм один из пацанов вообще не разговаривает только головой подергивает как будто нет риса густо спрашивают что с тобой да я 15 минут назад свою кровать с холодильником местами поменял ну извини говорят мужик но гирю мы заберем потому что нам необходимо знать пробьет она люк или 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 нет вот скажи кому кроме нашего человека такое в голову какая тебе разница какая тебе разница пробьет люк